Насчет кадровой политики, у меня есть, значит, мой брат, можно сказать, муж моей сестры, ну, зять. Вот он старше меня, по-моему, даже на два года, он продолжает работать на заводе, он, значит, там КБ, он ценный специалист, он работает. Он говорит, неким замените. Не хотят молодые люди идти вот в такое место, как завод или фабрика. Это надо любить, надо это полюбить. И не окладом надо человека привлекать, не окладом. Раньше у нас были так называемые ремесленные училища. То есть у нас учили парня специально, вот, например, токарь, вот он учится на токаря, он в этом разбирается замечательно. И он пойдет, когда парень умеет все делать, он пойдет куда угодно. Он скажет, нет, извините, я специалист, платите мне столько. Только токарь, хорошего токаря можно, с большим трудом сейчас можно найти. В автосервисе работают ребята, приходят туда, ничего не умея, учатся бесплатно, да, потому что вот в автосервисе продавать машины, выгодное дело. Минуточку. Это государственная политика. Подготовить кадры для завода, для фабрики, это государственная политика. Что, или тоже таджики, а таджики с удовольствием пойдут, они сейчас будут учиться и пойдут. Вы что, с ума сошли? У нас что, нет своих, у нас нет своих дворников, у нас нет своих, никто не, да, западло, а раньше было не западло. И в армии сейчас очень многие не хотят служить. А человек обязан служить в армии, обязан. Мужчина обязан служить в армии. Два года отдали, сколько там, полтора, отдать родине. Есть патриотизм, на заводе работать, чтобы не пачкать руки, а как жить, а как жить дальше? У меня есть племянник, который заканчивает, значит, геологический институт. Но он все время учится. Он ни одной копейки пока не сработал. Я ему говорю, слушай, я говорю, ты как-то, он говорит, времени там, а я знаю, что чем ребенок больше занят, тем больше у него свободного времени. По своим детям знаю. Ребят, мы разленились. А так как мы разленились, есть страны, которые не ленятся. Они нас подавят, они нас подомнут под себя. Не ленитесь, не ленитесь, создавайте свой рабочий класс, он у нас отсутствует. Или поезжайте в Сибирь и посмотрите, как там живут и работают люди. С шести утра ты уже ни одного человека в доме не увидишь. С шести. Там нет бездельников. Вот, Сургут, Нижневартовск, вот в этих местах. Есть университеты в Ханты-Мансийске, есть университеты, да. Но и студенты тоже учатся. И там дорого все. И там работают люди, как проклятые. И они работают хорошо, потому что они знают, что у них будет все в будущем хорошо. Вы не верите в будущее, а кто тогда вас заставит сделать это в будущее? Значит, у нас нет будущего, если не верить в него. Если не верить в Бога, то Бога и не будет, понимаешь?